Привет всем! С вами ваша Сильва Батерфлейн. Сейчас покажу вам сумочку, которая сочетается вот с такой вот кольчугой. Я буквально недавно делала видео про ароматы с нотой розы. Я частенько делаю такие видео, потому что у меня постоянно добавляются розы в ароматах. И каждый раз я делаю новую подборку. И я уже сделала клип. И дело в том, что я сделала и со слепу не заметила, что вот эта вот кольчуга, да, там были немножко в ниточке. И я там такая красивая. И такой клип хороший получился. И вот эти ниточки меня беспокоят. В итоге, чтобы замаскировать, то сейчас никаких ниточек, но тем не менее, мне показалось, для страховки я поставила такой шарфик. И внизу у меня розовый топик. Ну что ж, это предисловие. Такая сумочка, которая была куплена специально под вот этот топик, вот такой вот кольчужный. Как будто, мне кажется, вот он совпадает по стилю, как а-ля 80-е. И она такая в стиле 80-е, хотя куплена не так давно. И я подумала, что это будет один ансамбль. А парфюм у меня будет вот сегодня такой. Cheruti Image. Это имидж от Cheruti. Я делала видео на эту тему, но все-таки хочу сделать более подробно. Сейчас, секундочку, секундочку. Вот. Но, по-моему, тогда я не заостряла в внимании, кто парфюмер, какие ноты, может быть, засчитать какие-то отзывы. Ну и, конечно же, почувствую себя в этом аромате. Здесь 75 мл. И несмотря на то, что у меня столько много парфюмов, и к этому я так редко прихожу, ввиду количество парфюмов, все равно он у меня уходит со скоростью немыслимой, по моим понятиям. То есть, по понятиям парфюм-коллекционера. Я просто обожаю вот так вот делать такой вот ореольчик себе. Вот этот аромат, по-моему, номер один, который никогда не выйдет из моды и никогда не надоест. То есть, сколько уже сменилось разных парфюмерных течений, сколько всего сменилось. Но, тем не менее, он, когда ты его наносишь, всегда спрашивают тебя, как от тебя вкусно пахнет. Всегда я нахожу комплименты. Всегда он приносит мне вот такой подъем и хорошее настроение. Сейчас очень такая мутная погода. По-моему, собирается дождь. И я думаю, пока дождя нет, я сниму видео. Все-таки я еще опять вытащу, и пусть он у меня стоит на важном месте. А сама почитаю нотки. Так. Выпущен он в 2000 году. Парфюмер. Харри Фремонт. Верхние ноты. Грейпфрут. Перец. Зеленые ноты. Средняя нота. Мята. Базовые ноты. Береза. Кедр. Из Вирджинии. Амбра и кожа. Но вот первым делом мне всегда здесь слышится какой-то березовый сок. Или какой-то вот такой вот со сластинкой дымок. Или какой-то вот, может быть, это я самая первая такое изобрету, такой цветочный деготь. Вот так мне кажется. То есть, вроде бы, деготь должен пахнуть плохо, да? А пахнет очень хорошо. И вот эта вот водокачка, вот она так прельщает. Кстати, есть такой же аромат для мужчин, но в голубой коробочке. Так. Что же пишут люди? Чарути имидж. Березка в чистом виде. Очень необычный аромат. Не оценила в свое время, отдала базью за копейки. Сняли с производства. Теперь локти кусают. Стоит дороговато. Эх! О, я даже не знала, что его сняли с производства. Ну, тайная загадка. Почему снимают с производства успешный аромат? Ладно понять, можно понять, когда снимают с производства ароматы, которые абсолютно не продаются. Но когда идет успех, и он расходится, то есть такое впечатление, что снимают специально из-за коллекционеров. То есть те, которые это знают, они это вовремя скупили. А те, до кого это дошло поздно, только сокрушаются и кусают локти. А нет бы наоборот. Вот то, что вот сейчас в магазинах, полке, вот интересно будет мне вот такое вот наблюдение, что будет с этими бутылочками 2019-го и дальше, или там, которые выпустились чуть раньше, когда они выйдут из срока, когда они, опять же, выйдут из моды парфюмерной, и когда придет время уходить. Вот что они будут делать, те бутылочки. Они направятся как на уничтожение или же раскупятся по цене за 3 копейки коллекционерами, а остальное куда? Это же не так, как раньше партии были там тысячами, сейчас же это все создается миллионами, да? То есть миллион такого-то парфюма, миллион другого, миллион третьего. Это все по планете. Если в каждой стране вы всегда найдете Бритни Спирс, и в каждой стране вы всегда найдете Бейонс. Он сказал, что Бейонс, она же в Америке, да? Но парфюм покупают во всех странах. И в Бразилии, кстати, Бразилия и вообще латинские страны, они очень славятся парфюмонячеством, так же, как и Россия. Вот такая вот параллель. Не знаю, с чем это связано. Вот в Канаде это не так уж сильно развито. Только сейчас набирает обороты. Я знаю парфюмоняков здесь. Допустим, многие из нашего кружка это мужчины. И они покупают не старые парфюмы, а вот именно сейчас. То, что на пике славы, на пике моды, что-то очень-очень современное, труднонаходимое, вычитанное где-то как-то. То есть, они вот в этой теме. И я как бы на их фоне, ну просто как динозавр, тираннозавр. Вроде бы мы в теме, да? Но то, чем я увлекаюсь, они этим абсолютно не увлекаются. И если я, допустим, захотела бы вот так вот взять и продать всю коллекцию одним махом, у меня нет такого человека, чтобы ее купил. А я бы не против уже, иногда задумываюсь, когда мне все-все начинает надоедать, я задумываюсь, что я бы с удовольствием продала всю свою коллекцию, может быть, оставила два или три аромата, и все. Остальное с закрытыми глазами я бы продла. Но, к сожалению, продавец из меня плохой, и я за другого могу попросить, главное. За другого могу сделать рекламу. А самой себе у меня никогда не хватает. Вот как раньше какие-то известные актеры и актрисы выбивали квартиры каким-то своим друзьям, соседям, а сами так и жили, как попало, да? Вот я, по-моему, вот из этой серии. И мне очень жаль, потому что вроде я говорю, и вроде вы хвалите, что я хорошо говорю. Но пока вот так. Ну ладно, почитаю еще одно какое-нибудь ревью, чтобы вот так выпустить пар. Низкий поклон. Харри Фермонт. Аромат шикарный. Его пора. Лето. Вечерние прогулки по набережной. Очень рекомендую для леди со вкусом. Столько всяких отзывов. Читать не перечитать. Но, в общем, это говорит о том, что аромат зацепил сердца. И я очень рада, что вот этот аромат, кстати, у меня уже третий по счету. И он у меня появился именно тогда, когда он был создан. То есть с ним у меня связана собственная история. И я рассказывала в прошлом клипе про это. И сейчас я рассказываю более подробно. Кстати, Харри Фремонт создал много для Дидаса, для Антония Пьюик, для Эйвона, для Банана Репаблик. Кстати, для Бритни Спирс он создал. Для Келвина Клайна. Вау! Аж восемь штук или сколько. Для Селин Дион. Ну, сам по себе Чарути. Коти. Стэтсон Ол Американ он создал. Дэвид Юрман. Вот еще прикол насчет Дэвида Юрман. Я же могла купить это спокойно. Сейчас его нигде нет. Вот прошел момент. Денис Ричардс. Я тоже один раз видела такой парфюм. И он ушел. Для Дизеля. Для Донны Каран. Для мужчин. Перечислять, не перечислять. Например, фирма Эсика. Я такой даже не знаю. У нас нету в Канаде. Габриэла Саббаттини. Такой парфюм у меня есть. И он был в обзорах. И, конечно, один из любимейших ароматов от Джорджа Армани. Сенси. Это любимый аромат моей младшей сестры. В общем, читать, не перечитать. Это огромное количество. Они, конечно, Оскар де Лоренто из новых. Он создал Белла Бьянко и Белла Росса. Вот 2019 года. В розовеньком, кстати, розочки. Для Томми Банана, Бахама. И, конечно же, и в Сен-Лоран. Все вот эти последние версии. Но много всего. Вот примерно так обстоит у нас дело с Чарути Имидж. Что в переводе обозначает имидж. Всех прошу любить и жаловать. Посмотрите, есть ли у вас он на каких-то дальних полочках. А потом расскажите мне. С вами Велосилва Батоплей. Серебряная бабочка. Пока-пока.